так друзья у нас сегодня мероприятие такое полу онлайн полу оффлайн у нас там я не знаю есть у нас какие-то люди подключены онлайн или нет говорят что есть говорят что есть и вам привет и вам привет вы самые счастливые довольные люди сидите дома скорее всего в трусах и можете участвовать в этом мероприятии а мне пришлось вот так вот одеться сегодня как вы видите на экране у нас тема про не только функциональные требования у меня вопрос кто был на предыдущем докладе в секции а отлично и вы решили сразу как бы альтернативную точку зрения получить хорошо но короткая как короткое резюме этому докладу на мой взгляд это очень здорово что вам дают инструменты и способы смотреть на нефункциональные требования узнавать что это такое но например я бы сильно внимания не обращать но вот все остальное было здорово так что пожалуй начнем в очередной раз поговорим о нефункциональных требованиях потому что мы как бы работаем архитекторами и нефункциональные требования это боль как вот вам уже на предыдущем докладе сказали это боль всех вот но нас особенно потому что как правило это прилетает все к нам все эти перформансы скалабилити и прочие ability и в общем мы с этим живем и поэтому для нас очень важно чтобы люди которые работают на фронте это как правило аналитики неважно там бизнес системы вообще не принципиально чтобы они общались заказчиком понимали что происходит понимали что это такое говорили на одном языке и сегодня мы попытаемся наверное в очередной раз вам проект язык рассказать и даже дать немножко попробовать в этом давай следующий слайд потому что он интересный чуть погромче говори пожалуйста а или встреча слышно нормально сейчас сейчас узнаем нет сейчас сейчас возможно не понадобится ну говорит говорит как говорил до этого отлично значит у нас миксованный формат ведь макс сказал что все здорово тут и удаленно на самом деле очень хотелось приехать но я лучше сижу дом никого не держу итак мы сегодня вступаем перед вами мы это шалмович максим руководители чего там по архитектуре классный парень штангист чемпион на россии ну и попутно ой подожди тебя выключили ну вернее мы тебя слышим но не видим не ну все ты меня представил в принципе на этом можно заказать ладно поехали до и евгений евгений борисович вот на той стороне ну не в смысле прям глобально на той стороне он сидит дома подключился к нам из отпуска из больничного вот он главный архитектор чет там крутого вот работает войти дольше чем многие из вас живут наверное вот характер общительный вот настолько общительный что подключился по зуму к нам сюда поболтать как макс сказал уже не функциональные требования это там боль всех айтишников кто так или иначе занимается созданием решений сейчас на немножечко поговорим почему значит для того чтобы в принципе разобраться с этой болью как бы еще раз вспомним кто был на докладе уже наверняка знает на предыдущем да кто не был быстренько напомним что это требование к качеству работаете решение это вот то что называется или здесь релабилити скайлабилити мантином видите и так далее на русский язык это производительность надежность масштабируемость рефицируемость и прочее прочее и всякие ограничения накладываем на нашу сам систему решения вот это его всякие там требования к языкам программирования требования к ресурсам требования законодательства и так далее на самом деле это не то чтобы это заказчик очень прям хочет например или кто-то там хочет а просто у него так жизненно сложилось что ему нужно соблюдать соблюдать требования к импортозамещения или соблюдать требования своей службы айти по ограничению ресурсов или соблюдать требования там от тоже как он своей тишиной службы по языкам программирования до что они работ или еще более там интересный пример когда вот есть бизнес-правила какие-то да которые в общем-то действуют независимо от того что и такие системы не существует эти системы тоже принципе будет уже ограничение как он ценить потому что такие правила надо их соблюдать вот это вот все не функциональные требования на самом деле можно их рассмотреть еще шире условно у вас есть множество всего что заказчик там требуют через такой документ и как бы в этом документе есть точка которая описывает требования к функции системы вот мы эти требования туда убираем и все что оказалось как бы в документе осталось это и есть не функциональные требования так широко это можно смотреть и тогда туда включаются требования безопасности и требования к ограничению бюджета к плана проекта сейчас мы сосредоточимся только как бы лайком более в классическом понимании которые там статьях есть и выступлениях на предыдущих конференциях тоже анализ здесь были вот какие проблемы у нас это бывает ну и не только у нас а мы все первых игнорируют проехал забывают им уделять внимание все заказчик про них не знает команда которая пришла к заказчику про них не знают ну и как бы и пока я до свидания наши нефункциональные требования да мы не знаем какая производительность системы должна быть кто его там в общем мире не знаю какая надежность не знаем какая там перед ремник доступности к изменению после того как система заработал следующая ошибка она очень похожа на предыдущую про них помнят говорят ну слушай они же там одинаковые мы там системы делаем похожую значит можно скопить пасть передающих технических требований видам сколько документа и так вот копипастом из документов из интернетов из там конференций сеть формировки качают из zfpz заканчивается тем что вы человек который может быть первого записала первого ступать он понимает ничего он ты делал в таком контексте дел а через там две-три итерации копирования все это уже как бы забылась и никто не может сказать вот почему самый простой пример это требование к надежности особенности не держат заказчик которые ну вот нам нужна надежность 4 девятки у нас очень критичная система вся система должна супер надежно работать как заказчик спрашиваешь дорогой друг а почему система такая надежная он там начинает рассказывать про то что к стену на составляет банковское ядро или обеспечивает работу предприятия вы но при этом как задаешь от каких рисков он хочет он на самом деле не очень сам понимает для чего ему такая надежность и от каких сценариев сбоев отказов на точку еще и защитить ну и как бы третья проблема проблема не только наверное функциональных требования обычных требований то что требования являются некачественными да не удовлетворяют там хотя бы тем самым формальным критериям качества частности требования неполные не проверяем и там неизмеримые невозможно протестировать это например отличный я очень люблю кусочек требования к режиму функционирования когда как бы заказчик кто у нас система должна функционировать в топ режимах штатные аварийные и технического обслуживания при этом как бы ну непонятно как например система в режимоварением режим будет функционировать если произошел отказ все система дроп не она для не функционирует если либо у нас там супер надежная система которая защитна от всех отказов она функционирует в любом случае и вот когда у заказчик тоже это я не знаю как у вас конечно заказчик начинает разговорить заказчик как про терять вот это вот пример того как требования могут быть управляемые слабо изменений сейчас прежде чем продолжим говорить да о том как с этими проблемами можно пытаться бороться вопрос кто вот из присутствующих здесь регулярно или хотя бы эпизодически работать с не функциональной требует не густо а почему остальные не работают потому что не возникает потребности или потому что этим занимается кто-то другой или потому что уже все сделано до вас или почему что просто было слышно у нас же есть слушатели в трусах вот они тоже хотят знать ваш ответ так потому что на все такие слушатели ну не факт я надеюсь хорошо то есть это уже уже не функциональные требования там как будто бы реализованы и вы просто развиваете фичи и как будто бы вам ничего не нужно для этого это у всех такая ситуация или есть какие-то другие варианты да потому что как правило их сложно выяснить у бизнеса если потом мы добиваемся но в итоге каких-то значений как правило получается что к ним стремятся они не выполняются и мы закрываем на это глаза все это процедура перестает иметь смысл ну то есть в принципе они либо их вообще нет либо они есть но все их игнорируют но на самом деле в практике вот о которой мы с жене говорим тоже такие кейсы есть я не знаю это мне кажется что то среднее между их игнорируют и они некачественные в том плане что есть вот еще один пример вот же не говорит о требованиях к режиму функционирования этим очень грешат крупные государственные системы у них потому что это раздел в гостя стандартные режима функционирования а есть еще там скажем более скажем так приземленные приземленный вид требования это требование то что называется там требование к юзабилити и что-то такое требование например интуитивно понятно и эргономика техническая эстетика система должна обладать интуитивно понятным интерфейс все элементы должны быть там похожи одинаковые похожие задачи должны реализовываться с помощью похожих визуальных элементов вот такие требования которые то их тоже игнорируют в основном потому их перетаскивают из документов документ некоторые даже осмысленно их пишут потому что действительно этого хотят чтобы система была интуитивно понятно но как этого добиться и как это проверить никто не задумывается окей же не расскажи нам как вот мы предлагаем жить с этим как бороться с но да значит с игнорированием функциональных требований ну и как в общем то с любыми вещами про которые мы с вами забываем можно бороться с помощью чек-листов мы детали на этом пункте не будем останавливаться в принципе есть по qr-коду пример такого сейчас qr-коду везде вот вот еще один его просто не показывайте в кафе на то вас неправильно пойму так можно были попробуйте покажу как бы кроме этого настолько я помню историю чек-листов она в общем тоже так или иначе освещалась в разных докладах и на на лисдейс и на секар и на других их конференциях но как бы нас с вами больше конференция развития аналитики на системе были такие доклады ну и в целом историю чек-листов просто интересно почитать как они появились для чего не нужны там чек-листы хороший способ бороться с забывчивостью главное не забудь использовать чек-лист этим команды для этого нужен чек-лист для чек-листов да это на самом деле смешная штука когда команд составляет чек-лист будем по нему работать и забываю что такой чек-лист есть значит следующее это я надеюсь всем известны даже если не используете но здорово если знаете критерии качества требований как бы их там тоже разных как бы не то чтобы мнений но дополнение к основному списку есть у нас основной это вот стандарт двадцать девять восемь 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 и все боксисты буквально которым опирались ну и много разных там дополнений как их там трактовать как сделать так чтобы эти качества у требований соблюдались всякие паттерны как формулируют требуем и так далее в общем-то в этом смысле требования функциональные от обычных требования других всех точек не сильно отличаются и наконец третий кусочек это техники формулированную структурирование требований это сценария атрибут в качестве атрибутом качества вообще говоря ну то есть термином functional requirements он тоже имеет равна жизнь он есть в литературе других авторов других языков на русском но в целом среди архитекторов есть другой другой термин мне кажется тоже это требует качество вести мы предъявляем требования к тому насколько качественный систем должна быть и соответственно эти атрибуты можно определенным образом проверить с помощью сценария так поскольку у нас свои мастер-класс все-таки и вообще нам брать заниматься такой ну да и чтобы чуть поделывая говорящего тулово да поэтому сейчас у нас будет маленькая а может и не маленькая задача она в целом рассчитаны минут на 20 где-то но поскольку я так понимаю что у нас не так уж прям много прям комфортное количество людей да это очень удобно соответственно задача очень простая нам нужно разбиться с вами на паре ну вам не можешь разбиться на пару могу на пару значит в рамках этой пары до команды нужно обменяться между мнением о не функциональных требованиями каждый должен взять и передумать но не придумать прошу прощения вспомнить парочку таких хороших функциональных требований всего точки зрения качественных и парочку наоборот некачественных как бы желательно записать на листке и как бы вы минут пять шесть каждый думаете записывать мы посмотрим как бы не хватать будет а потом менять сисками изучать эти требования друг друга и партнер должен как бы уже ну да да что да какое требование качественное какое некачественное может получиться так что партнер будет считать что все требования мир качественные или наоборот три некачественные одно качестве и но они просто сказать слушай вот это требование плохое это хорошее нет он как бы должен высказать почему он так посчитал вот таким мнением обменяйтесь можно быть обсудите мотивы почему такое требование было до чего он точно быстро и так далее более такой день итогов я прошу вас поделиться своим мнением там кому хочется и у кого вопрос например возникла ситуация спорта с аудиторией с нами кстати сказать что это может быть такие требования вот мы там посчитали я посчитал там какие требования качественных не очень а там мой коллега он считает что там отличие есть или например он со мной согласен и мы согласны потому-то потому вот такой задание да для этого у нас есть с вами бумажка здесь критерии качества перечислены но такие основные поэтому разбивайтесь на пары год да мы приглашают кавалер кавалер приглашают да у нас как бы мультикала но в тройках можете попробовать в тройке вы не хотите разбиваться вы не хотите боит боитесь вот здесь в принципе критерии качества описаны вот их можно использовать для того чтобы по челленджить требования вашего так сказать партнера может быть вы вспомните еще какие-то критерии качества требований а и мне один листочек остался с этим ничего женья расскажи еще раз что нужно сделать не с этим с этим не с листочком да еще раз теперь вы разбились на пары на тройке каждый из вас должен независимо от другого выписать 4 не функциональных перевод на котором вспомнит 4 желательно вспомнит может быть придумает дополнить два из них сделать хорошо бы такими на ваш взгляд хорошими качественными два из них не очень качественные не хорошие ваши партнеры по команде должны потом за ваш лист посмотреть на эти требования и как бы угадать как бы какой из них и какие из них качественные какие не очень и соответственно после чего вы мнением поделить чтобы это было сделать легче проще можно воспользоваться вот этим списком критерии в качестве который у вас сейчас есть на источку все ну да то есть соответственно требование некачественное потому что она мне не нравится это не очень хороший ответ хотя тоже хотя тоже имеет право имеет право на жизнь и вот чтобы просто вам было проще сказать почему именно требования некачественные вот это вот бумажка там написано какие есть варианты и если вы плохо слышите плохо слышите что говорит женя из-за шумов то говорите и он повторит потому что куда он денется не может и повторить если вдруг по какой-то причине а давай вот это вот тара 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 включая девушка из-за панель и если вдруг вы не можете вспомнить какие-нибудь примеры нефункциональных требований потому что вы в глаза не видели попробуйте например с предыдущего доклада что-нибудь вспомнить там было несколько интересных примеров которые тоже можно по челленджи это раз а второе нас с вами в обычной жизни уже гигантское количество нефункциональных требований огромное начиная температуру воды в водопроводном кране заканчивая температурой окружающейся ты в комнате пивком габаритами проекту дверей в квартире высота потолков мягкость дивана в котором вы сидите в кровати не послышалось пивком пивком к пивку тоже есть да соответственно когда вы там примеры эти вспомните придумаете можете собственно вы обсуждайте их с товарищем вот и потом расскажите вам что получилось а мы вам тоже что-нибудь расскажем в ответ на это да нужна какая-то музыка фоновая таймер сейчас да я знаю так и запланировано а наши онлайн участники тоже могут придумывать и писать в чат туда выложили скрин критерии тоже могут генерировать генерировать какие-то примеры присылать их и другие участники в чате могут собственно их обрабатывать писать где где косяк ну не то что прям проверить ну да то есть друг у друга до идеале до ну да Нет пустых, но да, и я тоже так подумал. Ну что, как дела, помощь нужна какая-нибудь? Вы уже по идее должны друг с другом обсуждать и говорить, вот это требование, отстой, а вот это классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, у нас уже люди пишут в чат. Правда, в чат пишут люди, которые сидят здесь, но это тоже вариант. Продолжение следует... В чате отличный пример. Мне очень понравилось про интеграцию со всеми привычными системами. Вот вам какие системы привычнее? Мне вот кровеносная система очень нравится, я к ней уже привык. Пищеварительная, вот такая штука. Да, эндокринная, нервная система, вообще отличная система. Да, я с ними уже как-то свыкся, привык, хочу интегрироваться с ними. Вот неплохой пример. В чате все требования оказались не на 100% качественными. Это интересно. Но в целом первые два действительно лучше, чем вторые два, но и первые два тоже вызывают вопросы. Сейчас давайте тогда дождемся... Давайте тогда еще минуты две, и потом позовем смелых людей и пообщаемся. У нас есть пока вопрос из онлайна. Есть ли четкая граница между функциональными и нефункциональными требованиями? Например, администрирование пользователей. А что такое администрирование пользователей? Ну, то есть это непонятно, это требования или нет? Пожалуйста, а я сейчас онлайн их подключу или да. На мой взгляд, в первую очередь, надо понимать, что термин «нефункциональные требования» он сразу немножко вводит в заблуждение, что это действительно какой-то другой мир, отличный от функциональных требований. На практике на самом деле, и это то, о чем был первый вопрос сегодня после предыдущего доклада, который мне понравился, вопрос, что на самом деле критерии качества, атрибуты качества, они довольно редко применяются к системе в целом, потому что система в целом — это там какая-то непонятная совокупность функций и совокупность сервисов и прочего. И критерии качества в первую очередь, например, интересны именно в разрезе функций. И поэтому то, что мы называем функциональными требованиями, отвечают на вопрос, что надо сделать, что надо делать. А то, что мы называем нефункциональными требованиями, например, критерии качества, отвечает на вопрос, как это надо сделать, и вот как надо сделать что. То, что мы хотим сделать функциональных требований. Поэтому граница проходит примерно там. Но я много споров слышал, например, считают ли требования к интеграции функциональными или нефункциональными. Потому что кто-то говорит, что интеграционное взаимодействие — это нефункциональные требования. И если пользоваться критерием, о котором Женя сказал, что условно все, что, например, в разделе требований не касается ответа на вопрос, что система делает, это нефункциональные требования. Но, с другой стороны, там описывается система с помощью интеграции решает какие-то свои функциональные задачи. Поэтому это может быть функциональная требования. Поэтому это споры ради споров очень часто. В целом, любая классификация имеет какую-то цель. Если вы, например, не очень понимаете и не представляете, зачем вам классифицировать требования функциональные, то есть вы без того считаете, что нужно каждое требование проверить. Вы должны требования написать таким образом, чтобы оно было проверяемое, чтобы оно было полное и так далее. В целом, и больше нет других каких-то у вас мотивов, то в целом нет никакой необходимости делить их на нефункциональные, функциональные, какими-то еще критериями. То есть любая классификация, она просто должна иметь какую-то цель. Мы говорим о нефункциональных требованиях, в том числе на этом мастер-классе, ровно потому, что этим термином очень часто пользуются наши коллеги. Я действительно не всегда четкую грань требования. И так-то в целом, какая разница, какая она функциональная или нефункциональная. Оно в любом случае должно быть полным, противоречивым. Ну что, друзья, наверное, все? Удалось обменяться мнениями? Кто смелый? Расскажите всем. Пойдемте. Мне нужно выйти или можно сидеть? Не знаю, вопрос, наверное, к камеру. Отлично. У меня было четыре требования. Два плохих, два хороших. Я начну как будто бы с хороших, но уже не уверена, что они таковы. Система должна быть доступна ежедневно с двух часов ночи до 22.00, на что коллеги успели парировать, что на самом деле важен часовой пояс. Действительно, это так. И еще ощущение появилось, что серваки можно просто потушить в этот момент. Тоже, наверное, справедливо. А это не так? Ну почему? Мы можем накатывать релизы как раз-таки. А можем потушить. А можем потушить. Да, а почему бы не потушить? Ну понятно. Да, экономия электричества, опять же. Второй хороший вроде бы кейс. Система должна масштабироваться на 40 дочерних обществ заказчика через запятую поддерживать одновременную работу до 1000 пользователей. В моем сознании было, что дочернее общество — это не очень понятно, про что, да, а вот количество пользователей — система. А вот количество пользователей — это как бы понятно, измеримо. На что коллеги подсказывают, что на самом деле здесь два, собственно, кейса. Это масштабируемость, да, и где-то тут у меня было еще про что. Про нагрузку. Вот так. Плохие кейсы, да, но один-то уже успел озвучить, а второй — система должна позволять формировать любой отчет более чем за 3 секунды. Вот возник вопрос у Жени. Почему это требование плохое? Потому что любой отчет непонятно, что за отчет. По-разному могут быть функциональные требования у пользователей. Кому-то можно и подождать, кому-то нет. Неопределенность точно присутствует. Во-вторых, точно ли нужно не более чем за 3 секунды это иметь? Смотрите, с точки зрения вот тех критериев качества, которые мы смотрели, любой отчет… Ну, в общем, где здесь? То есть то, о чем ты говоришь, это… Ты в какой-то степени задаешь вопрос, действительно ли это требование такое. Ну, то есть действительно ли вам нужно любой отчет формировать за 3 секунды? Ну, если мы представим, что пользователь или, не знаю, заказчик, он… Ну, вот такой вот он, он говорит, вот хочу любой отчет за 3 секунды. С этой точки зрения, если это действительно надо, с этой точки зрения, там есть какие-то признаки именно некачественного требования с точки зрения, вот, например, тех критерий? Ну, если это действительно надо, то это, наверное, будет уже, опять же, мостик к предыдущему докладу, вопрос к бюджету, насколько это будет. Это реализация, но с точки зрения требования, требования, вот, требования само по себе, оно развивается. Ну, может быть и справедливо, если у нас какая-нибудь ситуация, да, там, опять же, да, пример с предыдущего доклада, это зависит жизнь, допустим, пользователя от того, насколько быстро среагируем. Здесь, возможно, я просто о чем пытаюсь сказать, что не стоит, наверное, а может быть и стоит, но вот в данном случае мы разделяем качество требования, как оно сформулировано, то, что там что-то не учтено, или оно неполное, или оно противоречивое, или оно неконсистентное, и то, что нам кажется это требование неадекватным. Вот, то, что нам кажется это требование неадекватным, это немножко из другой оперы. То есть, кажется, что, ну, любой отчет за три секунды, это странно, но вот с точки зрения сформулированного требования, вот, если бы там было написано, например, отчет, не знаю, о пользователях за три секунды, возникает вопрос, а все остальные отчеты за сколько генерировать, это уже тогда неполное требование. Если бы там, ну, какие-то неконсистентности были, еще что-то. А так, вроде как бы кажется, что требование, как требование сформулировано грамотно. Просто оно, ну, там, немножко идиотское. Кроме одного, это требование возможно проверить. Мы не можем проверить любой отчет такой формулировки. Нет, а почему не можем? Мы можем навесить какие-то замеры производительности. Вопрос в том, что любой вообще в природе. В любой из реализованных системе на момент сдачи, наверное, можем. А любой вообще, в том числе тот, который у нас… Например, любой отчет на имеющихся данных в системе. Ну, да. Ну, то есть, здесь мы как раз подходим к тому, что в целом рассматривает, ну, само требование изолировано. Мы, в принципе, обладаем там определенным пространством маневра для оценки качества, но на самом деле не очень большие. И тут уже становится важен весь объем требований. Потому что, может быть, например, как бы… Ну, у нас русский язык, он как бы позволяет некоторые вещи рассматривать в контексте. Да, хорошо бы там четче описывать. Но если, например, в отчете, в документе перечислим 10 отчетов, то, скорее всего, когда мы пишем любой отчет, ну, в целом, мы как автор подразумеваем, находясь постоянно в этом контексте, в этом документе, любой отчет из 10 приведенных выше. А читатель может воспринимать это как вообще любой отчет. Поэтому вот здесь контекст играет. Ну, да. Если требование осматривать изолирование, то оно в лоб не проверяется. Тогда нам нужно в довесок требований тут же писать способ, как бы, его проверить. Ну, что такое вот любовь. Да. Кто считает иначе? Да. Вот. Коллега сзади считает иначе. Но ведь со временем количество записей, которые попадают в отчет, они могут увеличиваться, и это нефункциональное требование уже не будет выполняться. Его будет сложнее выполнять, но требование не перестает быть требованием. Ну, то есть я хочу за 3 секунды. Вот такой вот я чудик. Как исполнители, как мы можем гарантировать? Это другой вопрос. Это мы с вами немножко в другую область провалили. Мы, например, как исполнители можем говорить, что, уважаемый заказчик, ты всегда можешь получать любой отчет не более чем за 3 секунды, при условии, что ты в рамках эксплуатации будешь проводить соответствующий замерк, и при достижении системы, ну, как бы, общей емкости ресурсов системы, например, 20%, своевременно, не позднее, чем через сутки, добавлять туда ресурсов в размере указанного увеличения. Это наш ответ на этот требованием, наше предложение по реализации. И в целом при таком условии мы теоретически можем закрыть этот требованием. Немножко мы сейчас, конечно, здесь утрируем, потому что в реальности там много нюансов. Но в целом это ответ. Но нас сейчас не очень интересует, как мы его будем закрывать. Вопрос с реализуемостью, он опять должен рассматриваться в контексте. Например, если у заказчика есть ограниченный бюджет, или у него, например, есть ограничение по вычислительным ресурсам, в том же объеме требований, где требования фигурируют, тогда мы с вами можем сказать, что да, в контексте вот этого объема требований, требования не качественные, ну, как бы, ну, еще менее качественные, чем одно единственное, потому что оно еще не может быть реализовано. Неплохо не проходит в критерии по реализуемости. Да, но, да, все-таки имеем в виду, что реализуемость – это один из критериев качества в том числе, и просто вопрос реализуемости, он уже, как правило, более сложный, чем просто проанализировать само требование с точки зрения его формулировки. Мы можем поиграться с требованием и предложить формировать отчет не более трех секунд на каждые там один миллион записей? Ну, например, например, да. Можем, конечно. Это уже вопрос общения с заказчиком. Если у нас есть, ну, как бы, если сваливать уже в теоретическую область какую-то, да, а в реальную практику, если у нас с вами есть возможность уточнять и дополнять требования, да, как-то их, как бы, более четко формулировать, при этом так, чтобы эта формулировка была официально опорной, являлась более, как бы, значимой с точки зрения дизайса, чем предыдущая, то, конечно, это дизайс. Ну, в принципе, и вот хочется сказать, что мне понравился такой подход в том плане, что действительно мы, как исполнитель, говорим о том, что в общем случае без контекста это требование нереализуемо, и давайте его действительно детализируем, там, сделаем его более качественным с этой точки зрения, добавив какую-то формулировку, либо вот такую, как предложил Женя, потому что мы вдруг знаем, что, например, заказчик в облаке, у него там бездонная бочка денег, он может докидывать эти деньги и закупать новые ресурсы, допустим. Вот. Но тогда встает вопрос, например, как это проверить. Ну, то есть тестирование становится там сложнее, но это уже другое дело. Либо вот так, как предложил ты, давайте ограничим само требование, ну, это тоже вариант, сделать его более качественным с точки зрения потенциальной реализации. Это хороший кейс тоже. На мой взгляд, это правильно. Да. А если мы добавляем, что не более одного миллиона записей, да, то если накапливается более миллиона записей, мы же должны охватить этот случай тоже. Соответственно, в требовании, а если у нас более миллиона записей, и там должно быть что-то, не знаю, там, что отчет за три секунды строится на миллион записей, потом на следующий миллион записей тоже строится за три секунды, а если нам нужно на больше миллиона записей, то время там условно не ограничено. Ну, то есть сразу появляется неполнота требования тогда в этом случае, конечно. То есть докручивая вот это требование, мы сразу докидываем туда новые, ну, видно, что оно теперь становится более качественным с одной точки зрения, но менее качественным с другой точки зрения, и мы начинаем его улучшать уже и в этом направлении. Сейчас плохо тебя слышно, Женя, сейчас подожди, пожалуйста. Так, когда начитавшись всяких правильных миг, наслушавшись нужных правильных докладов и статей, я пришел к заказчику с корректировкой его ТЗ. То есть мы обсуждали, как писать ТЗ, это был не государственный комплекс, где мы с заказчиком могли работать, ему нужно было ввести эту процедуру, и мы бы выиграли там, как этот поставщик. Ну, а ТЗ было размытое, потому что заказчику был такой вопрос. Ну, я как бы воспротивился этому, пришел с уточняющей корректировкой на полстраницы, и говорю, вот мы сможем ТЗ такое сделать при таком уточнении. Это вот примерно условно было, как вот с отчетами, да, должны все отчеты выполняться за 3-3 секунды. И как бы требование было компактное, понятное для заказчика, а в итоге оно получилось на там больше, чем полстраницы. Заказчик его внимательно прочитал, посмотрел на меня, сказал, ты что, с обувной? Ну, в том смысле, что как бы здесь вот какую-то хорошо бы грань, наверное, соблюдать при взаимодействии с заказчиком, чтобы заказчик не вышел из себя и начал просто с ним. Потому что действительно, когда мы все такие классные, образованные, начинаем приходить с этими детальными уточнениями, то для заказчика это начинает быть головной болью. Самое главное, головной болью не потому, что он там против этого, а потому что он не понимает, хватит им очень подчинения наших или нет. То есть как бы теория теории, практика мастер-классов в практике, но в реальной жизни хорошо бы наблюдать какой-то баланс. Ну, на самом деле, вы просто столкнетесь с тем, что вы выявили дополнительный риск, и этот риск там как-то будет обработан. Если, например, как часто у нас бывает, вам скажет там какой-нибудь проект или руководитель скажет, да, нормально все, отрулим. Вот, ну, вы сделали все, что могли. Но, как бы, от этого требования не станет более качественным, если вам скажут просто не лезть. Ну, то есть здесь, на мой взгляд, вот в примере, описанном Жене, требования ТЗ не стали качественными от того, что заказчик сказал, «Ты что, самый умный?» и мы там попытались найти баланс. Мы просто немножечко снизили ожидания свои или там приняли какие-то риски на себя. Вот, так что давайте здесь попытаемся жить в идеальном мире и представим, что никто на себя никакие риски брать не будет, поэтому мы говорим, если где-то косяк, мы говорим, что где-то косяк. Хорошо, Катя, спасибо. Спасибо, ребята. Еще кто-то хочет рассказать свои какие-нибудь требования качественные, некачественные? Извините, я для вас, друзья, прерву. Макс, давайте прям буквально коротко, потому что… Да, вот еще один примерчик и все. Да, у нас вот тут есть такое сомнительное требование. Допустим, у нас есть UI, в котором можно… в котором показывается там не более какого-то там количества записей. в системе один пользователь работает, и требование звучит следующим образом, что время отклика, то есть отображение выборки по этому запросу должно укладываться в какое-то T в n процентов случаев. И вот это требование кажется сомнительным, потому что непонятно, на какой выборке там это мерить. А не зафиксировано там количество записей, например? Или что? Или это какой-то… Нет, я имею в виду, запросы могут быть разные, вот. И мы говорим, что в n процентов случаев каких-то выборок время отклика должно быть не более там T, да. И непонятно, мы это будем тестировать сколько раз там, 100 тысяч, 10 тысяч раз. Как вот в этих случаях поступать? Ну, хороший пример. В целом, ответ на него я пока не могу сформулировать, но что мне нравится, это то, что сразу возникает вопрос, почему это требование кажется недостаточно качественным, проблемным, именно потому, что непонятно, как его нормально протестировать. То есть вот как бы верифицируемость здесь в какой-то степени страдает. Кстати, вопрос немножко отвлеченный, и после этого мы перейдем к следующему заданию, вернее, к следующей части. А вот кто из вас в процессе работы с требованиями, не важно функциональными, не функциональными, сразу на этапе формулировки требований работает с тестировщиками? Ага, еще меньше людей, чем работает с NFT. А у всех остальных тестировщики приходят уже потом? А их иногда и нет. А если их нет, то кто формулирует сценарий проверки вот этих самых требований? Сами. На этапе формулировки или уже потом, когда они реализованы? Потом. Понятно. Хорошо. Ну вот, на мой взгляд, все, что мы сейчас обсуждали, даже в предыдущем кейсе, оно очень сильно втыкается в то, что требования непроверяемые, или для их проверки нужно выстраивать какие-то нереальные тесты. То есть качество требований, кроме полнота и все остальное, оно очень сильно связано с тем, как, собственно, убедиться, что это требование адекватное с точки зрения, что как можно проверить, что это требование выполняется, и что то, как это требование выполняется, это именно то, что нужно заказчику. и... да? Ну, это тоже вполне себе рабочий инструмент, да. Да, но это проверка, это проверка, это как разница между SLA и расчетным показателем, там, например, надежности. То есть расчетный, там, предварительный показатель, вы говорите, система должна быть доступна не менее, чем, там, 4 девятки в 99,99% случаев. А мониторинг вам потом скажет, что в течение года система была доступна в 99,95% случаев, потому что, ну, просто вот посчитает вот это вот все. Вот. Но вы об этом узнаете как бы в самом конце. То есть здесь просто требование должно предъявлять, требование, по сути, предъявляет требование, требование говорит, как нужно спроектировать систему, чтобы она это выполняла, а в данном случае, там, мониторинг, он подтверждает, что требование выполняется. Вот. Я же говорю скорее про тестирование требования в том плане, что требование измеримое. И в целом тот факт, что, например, вы можете взять и какую-то метрику мониторинга придумать, которая будет применяться и которая покажет в будущем, в будущем, в конце, там, какого-то периода, что это требование действительно выполняется, это тоже критерий тестирования вполне. И, наверное, давайте тогда с этим заданием закончим, потому что времени уже у нас, ну, еще есть, но уже меньше. И перейдем к следующему. Жень, пролесни, пожалуйста. Вот. И поговорим вот про самый последний пункт предыдущего слайда. Это про сценарий атрибутов качества. Вот, собственно, мы не зря сейчас с вами обсуждали, что многие требования нам кажутся некачественными, потому что непонятно, как их тестировать, непонятно, как их проверить, как проверить, что вот это действительно требование выполняется. Вот эти вот все примеры с режимом функционирования, там, эргономикой, технической эстетикой, этими любыми отчетами и всем остальным. Это как раз та самая проблема. И сценарии атрибутов качества, они должны в идеале немного эту проблему помочь решить. В целом атрибуты качества – это термин довольно широко используемый в программной архитектуре. Есть такой метод проектирования. Слышали вы о нем или нет, интересно? Атрибут driven design. Нет, никто не слышал. Очень древняя уже по нынешним меркам штука, начало двухтысячных. Максим, извини, я тебя перерыву. Да. Получил информацию, что оказывается, у нас с тобой неверно зафиксированы были нефункциональные требования к временному интервалу. Матер-класс у нас должен закончиться в 17.55. Ну, может быть, 5 минут от перерыва мы отпустим. А, в 17.55. Да, у нас некорректно зафиксированы нефункциональные требования. Давай и ускоримся. Хорошо. Смотрите, тогда очень быстро. Сценарий. Кто писал юзкейсы обычные? Все писали. Отлично. User story писали. Какой основной смысл любых сценариев? Что это? Я не услышал. Еще раз. Последовательность шагов. Правильно. Последовательность шагов для чего? Из юзкейсов. Из юзерстори. Для чего? Чтобы какую-то ценность. То есть последовательность шагов для того, чтобы получить, ну, решить условно какую-то конкретную задачу. Вот. И конкретную задачу в каком-то контексте. Вот это вот. Как системный администратор я хочу иметь возможность нажимать на кнопку, чтобы ко мне приходила женщина и приносила кофе, допустим. Сценарий атрибутов качества. Это примерно та же самая логика, только вместо описания функциональных сценариев. То есть чего я хочу, чтобы система делала, как у нас происходит в юзкейсах, в юзерсторе. Мы описываем сценарии, мы описываем нефункциональные требования, именно атрибуты качества. То есть я хочу, описываю, как система должна что-то делать с точки зрения измеримых критериев качества. То, о чем говорила… я забыл, как… надежда. Надежда на предыдущем докладе. Это какой-то измеримый критерий, насколько хорошо должна выполняться та или иная функция или там какое-то действие. Сценарий в этом смысле имеет очень простую структуру. Давай следующий слайд. Презентация будет доступна, там почитайте, там есть ссылки. Сценарий очень простую структуру имеет. Ситуация, которая произошла с объектом, должна быть обработана определенным образом со следующей числовой характеристикой. То есть, пример, давайте следующий тоже. Вот. В случае недоступности системы, это ситуация. Система – это объект. В случае недоступности системы, она должна быть восстановлена. Немножко не по-русски написал, но я писал ночью, извините. Не более чем за 30 минут. Конкретный критерий, конкретная ситуация, прям конкретная ситуация. Это то же самое, это ровно то же самое, что написать РТО системы. Кто знает, что такое РТО? Максимальное время восстановления после сбоя. Максимальное время восстановления после сбоя – 30 минут. То же самое, абсолютно, но это написано именно в стиле сценария, конкретной ситуации. Почему это лучше? Потому что, во-первых, мы можем задать конкретную ситуацию. Во-вторых, мы можем задать какой-то конкретный объект. И чаще всего так и надо делать. Это вот первый вопрос с предыдущего доклада. Нас редко интересует качество системы в целом, потому что система в целом – это совокупность подсистем, модулей, компонентов, чего угодно. Нас интересует, как правило, качество либо какой-то функциональности, либо какой-то задачи. Я хочу, чтобы отчеты формировались не больше, чем за 3 секунды. Это требование конкретной функциональности. Мне не нужно, чтобы за 3 секунды отрабатывали, например, платежные какие-то запросы. Я хочу, чтобы они отрабатывали за секунду. Плюс это сценарий. Он чуть проще позволяет мыслить и аналитикам, как правило, и заказчикам, потому что, ну, это… Там сейчас все угорают по сторителлингу. То есть сценарий – это какая-то история, которую вы можете рассказать, рассказать на примере. У нас есть кейсы, когда заказчики из IT чаще всего, вот как раз про вот эти вот, например, сценарии недоступности, приходили и конкретно рассказывали конкретный кейс. Вот у меня упал ЦОД. Я хочу, чтобы вот после того, как у меня упал ЦОД, у меня была возможность сделать вот это, вот это, вот это, и не позже, чем через 2 часа. Это такой же точно сценарий. На основе него вы формулируете, по сути, нефункциональные требования. Еще один пример. После запроса результата расчета сервис обработки запросов должен возвращать результат расчета не позже, чем через 10 минут. То же самое, что сказать скорость обработки запросов, но более конкретно и в виде истории. И, наконец, то, к чему вообще, в принципе, редко применяют сценарный подход, это требование не к каким-то качествам типа производительности, надежности, чего-то еще, а, например, требование модифицируемости. При необходимости добавления нового отчета в систему должна быть возможность сделать это с помощью настройки, с помощью настройки, не с помощью 10 разработчиков, которые будут что-то делать, за время не более 8 часов с момента получения требований. Вот. Это требование гораздо более конкретное и проверяемое, чем требование. В системе должна существовать возможность добавления новых отчетов быстро и без программистов. Хотя такие требования тоже есть. Вот это конкретный подход к написанию нефункциональных требований именно касающихся качества, потому что мы с вами говорили в начале, что нефункциональные требования, как правило, включают два больших блока. Это требования качества и… вернее, атрибуты качества и ограничения. Вот ограничения неудобно с помощью этого описывать, потому что ограничения — это какая-то такая, скажем, такая абстракция общая, и там нет действия, которые можно было бы завернуть в сценарий. А в атрибутах качества почти всегда есть действия. И обратите внимание, это действие очень часто плотно коррелирует с функциональностью. Именно поэтому я, например, профессионально не люблю термин нефункциональные требования, потому что они создают впечатление, что они там нефункциональные. Но по факту нефункциональные требования — это требования, которые как бы к функциональности пристраиваются. Вот сценарий, он как раз позволяет вот это вот немножко синхронизировать. Там в презентации будут ссылки, где почитать про это подробнее. Мы немножко упростили эту логику, потому что там, где про это написано подробнее, там написано слишком подробно. Там шесть элементов сценария — стимул, объект, среда и вот такое вот все. Вот редко в жизни их кто-то использует именно так. Так вот проще использовать их вот так вот, как мы на презентации привели. И давайте второе задание тогда попробуем быстро сделать. Так, у нас 10 минут, да, я так понял? Ну, 15. Да. Окей. Смотрите, у нас с вами… Сейчас мы разбиваемся быстро на группы по 4 человека. Сколько у нас получится таких групп? Да, я сейчас… Давайте, 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 друзья, давайте объединимся в группы по 4 человека. Можно по 5, не больше 6. Я думаю, что у нас получится 4 группы по ощущениям. Вот если вот так вот посмотреть. Вот здесь одна, вот здесь одна, вот здесь одна, вот здесь одна. Угу. Так. И я один. А? И я один. Ты шестером. Так, давайте, вот здесь вот одна группа, вот вторая группа, вот третья группа, вы четвертая группа. Отлично, у нас по 5 человек в каждой группе. То есть 20 человек было. 21, один ушел. Значит, сейчас в каждой группе вы выберете одну жертву, которую будут пытать все остальные. Это заказчик. Вот этот пока, вот этот не надо. Кто будет заказчик в вашей группе? Хорошо. Все, вы будете заказчик. Кто будет заказчик? Вы будете заказчик. Без разницы. Да. Хорошо, вы заказчик. И кто у вас будет заказчиком? Вы будете заказчиком. Отлично. Теперь смотрите. Мы всем, всем раздаем вот эти бумажки. Можно по несколько, мы их напечатали дофига. Это для всех. Это для всех. Читайте пока задание, которое написано. У заказчика будет еще дополнительное вводное, которое он не покажет своим друзьям по команде. Да, он такой, он бессовестный. Так, ну у меня еще два листочка осталось. Еще кому? Так. Так. Дайте мне, пожалуйста, один, я прочитаю. Да, смотрите. Значит, заказчик собирается к друзьям на вечеринку. Самое время. На улице прекрасная погода. На дворе жаркое лето. Жара еще усиливается тем, что оно влажное. Недавно были сильные дожди. А заказчик городской житель и хочет на эту вечеринку доехать с максимальным комфортом. Команда это профессионалы, которые обеспечивают перемещение заказчика. Цель команды дать решение. Автомобиль, который удовлетворит всем нефункциональным требованиям заказчика и позволит достичь его цели. Ну, понятно, заказчик должен рассказывать, что он хочет. Команда должна расспросить заказчика и зафиксировать нефункциональные требования. Фиксировать будем, да можно вот прямо на этих бумажках. Скорее всего, вряд ли вы будете писать все вместе. Скорее всего, вы выберете одну жертву, и эта жертва будет писать. Теперь, так, поднимите, пожалуйста, еще руки заказчики. И держите их, пока я не скажу. Вы не должны показывать это своим коллегам. Это только для вас. Только для заказчиков. У меня вопрос, как нам поступить с онлайном, потому что выложить заказчика онлайн нельзя. Я заказчик онлайн. Да ты понятно, но там еще есть кто-то. Из меня можно будет вытаскивать требования всем, как будто они каждый... Да, давайте тогда, давайте, все, кто в онлайне хочет поучаствовать в этом мероприятии, вашим заказчиком будет Евгений. Ему не нужна эта бумажка, он и так знает все, что там написано. Ну и, собственно, у нас 15 минут. Время пошло. Ну, в идеале, да. Ну, то есть, там написано, как вам нужно мыслить. Вот, ну, вот там написано, как вот вы мыслите. То есть, да, 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 да. Итак, друзья, задача сформулировать требования к качеству в идеале, если получится, в виде сценариев, если вдруг за мое двухсекундное объяснение вы запомнили. Жень, а давай, может быть... А, ну, примеры, можем оставить примеры или можем вернуть предыдущий слайд со структурой. Но мне кажется, на примере структуру видно. Вот, все, вот сценарий. И время пошло. Как так вышло? Еще раз на всякий случай уточню. Нас интересует именно, чтобы вы зафиксировали требования. Понятно, что итоговым решением будет там какой-то автомобиль, наверное. Но не нужно предлагать автомобиль. Нужно зафиксировать требования. Важно, чтобы все-таки нефункциональные требования. Да, 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 нефункциональные. Заказчика выяснять функциональные сейчас не надо. А, тут вопросы. Важно. А, тут. Да. А, тут. А, тут. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Пошло. Так. Запустил демонстрацию экрана. Запустил демонстрацию экрана. Может, на статьи сети что-нибудь? Там вообще ничего не видно. Ну написано, что ты запустил демонстрацию экрана, но сам экран не появляется у тебя видно вы просматриваете экран евгения но на экране ничего я прямо сейчас не программа пошага так лучше может у тебя окно зума просто закрывает этот нет 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 ты шаришь приложение потому что написано что мы смотрим твой экран я прям щас экран шоу то есть зум нас убеждает что мы видим твой экран возможно это закрылся закрылся сейчас тебя видно да сейчас мы опять запустим вот сейчас сейчас там экран демонстрирую даже не приложение запустил демонстрацию экрана честно давали славе скину давай в этот а ты скинул слайд в чат да я сейчас еще раз в чат скину последнюю версию фуар-кода на этот чат удобно чат попадут те кто знает про чат как скинул слава Спасибо. 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 У нас есть два варианта. Первый вариант, мы сейчас на эти пять минут быстро проговорим итог, а дальше уйдем обсуждать сценарии в чат. Все здесь присутствующие есть в чате, которые нет? А вы есть в чате конференция? Вот туда скидывали, по-моему, ссылку, как перейти. Апните, пожалуйста, там кто-нибудь. Да. Вот. Можем там обсудить. Или сейчас мы возьмем кого-нибудь здесь, пообсуждаем, но все равно все остальные по-любому захотят пообсуждать в чате. Так что как вы считаете, как лучше сделать? Давайте одного и возьмем. Хорошо. Давайте. Кто готов? Давайте. Все. Расскажите нам про сценарий. Так, у нас следующие NFR. С момента заказа машины до прибытия на вечеринку должно пройти не более 3,5 часов с учетом остановок. Это первый. Второй. В случае жажды клиенту должна быть доступна вода комнатной температуры. Второй. В случае ухабов на дороге амплитуда подпрыгивания пассажира не должна превышать х чего-то там, но мы не решили какие единицы, потому что не знаем. Сантиметры не подходят? Возможно, подходят, но не знаю, как это работает. Дальше. Машина должна вмещать не менее 6 человек без учета водителя в сидячем положении. Грузовое отделение машины должно вмещать в себя груз не менее 3 метра на метр и весом не менее 50 килограмм. Машина должна быть сконструирована в соответствии с последней версией ПДД России. Все. Это то, что мы успели. Так, кто-нибудь заметил что-нибудь интересное? Нет. Вот, да, вопрос про людей. Какой вопрос? 6 человек. Ограничение на людей какое-нибудь будем вводить? То люди разные все. Ну да, наверное, нужно прописать их габариты. Габариты людей. Ну вот, например, вот таких, как Женя, войдет, может быть, и 6. Ну, можно написать, что общий вес, как в лифте. Нужно выбирать друзей тщательнее. Да. Как бы намекают нам. У нашего заказчика всего 5 друзей, поэтому мы рассчитываем на них. Хорошо. Еще кто-нибудь что-нибудь расскажите? Какие есть? У вас, у вас получилось в целом часть требований через сценарий описан, часть требований как бы описано просто, ну, как требование. Вот. Есть те, у кого все требования получились в виде сценария. Или все требования получились не в виде сценария. Нет? 50 на 50 получилось. Ну, давайте пару примеров каких-нибудь. Что вам рассказали? Что вам рассказал ваш заказчик? Выяснили у заказчика, что температура в машине не должна превышать 25 градусов. Должно быть комфортно. Ну, не превышать 25 градусов, да. Остальные, в принципе, похожи. Единственное, мы не поняли, что делать с требованием о том, что двое из друзей находится в городе с узкими улочками и не смогли выяснить у заказчика ширину этих улочек или как нам этих людей забрать, если у нас автомобиль просто не будет по этим улочкам помещаться и проходить. Это мы не успели. Если есть какие-то идеи у команды, можем высказаться. Ну, в целом, вы те требования, которые там для заказчика были сформулированы, вы, в принципе, большинство требований покрыли. Скажите, в итоге, какую машину-то посоветуем? Мы сфокусировались на требованиях. Ну, так, как думаете? Нет, ну просто, не знаю. Грузовик, танк. Макс, пошло? Сори, что я перебиваю. Ай, что? Пошли, слайди-то. Нет. Нет? Да что ж такое. Так, да. Да, вот, вот, отлично. Решили вертолет. Вертолет заиспользовать. Но вертолет — это вот как раз к примеру о реализации, да? Он, в принципе, позволяет множество нефункциональных требований проигнорировать, но будет стоить вам немножко дороже. Все. Деньги — не главное, понял? Надо было ввести какой-нибудь лимит. Не больше цены вертолета. Так, ну, хорошо, друзья. Тогда предлагаю всем, кто не в чате, подключиться в чаты и, возможно, там пообсуждать какие-то сценарии более детально. В целом, мы немножечко, конечно, со временем ошиблись, и поэтому пришлось немного вторую часть скомкать. Поэтому подведу краткий итог. Нефункциональные требования. Не игнорируйте их, пожалуйста. Даже если у вас там программные платформы, и вам говорят, что все круто и здорово, это часто бывает не совсем так. Более того, современные программные платформы позволяют реализовывать разные нефункциональные требования для разных компонентов, сервисов, микросервисов. Вот, поэтому интересуйтесь, это очень важно. И чек-лист, я надеюсь, вы успели там по QR-коду перейти. Если что, презентация в чате, по-моему, есть, да? Да, презентацию в чат кинули. Критерии качества, ну, вы, в принципе, я смею надеяться, применяете их явно или не явно для функциональных требований. Для нефункциональных требований тоже практикуйте. И сценарии, как техника сбора нефункциональных требований к качеству и их тестирования, потому что, по сути, там сформулирован в той или иной форме уже, по сути, тестовый сценарий. И их тестирование, впоследствии, это, ну, да, очень полезная штука, очень хорошая, и она действительно и там и архитекторам поможет, если вы в дальнейшем им передадите требования в таком виде. И с заказчиком будет проще на таких примерах говорить. Опять же, когда вы перейдете по ссылке с чек-листом, там есть несколько примеров, например, какие вопросы задавать для тех или иных требований. Я это, честно говоря, делал там для себя, но подумал пошарить. И многие из этих вопросов, они сформулированы именно в виде таких сценариев. Поэтому, по сути, это техника, которая вам там должна помочь. Простите, что так скомканно получилась вторая часть, но, если что, в чате можем пообсуждать дальше. Спасибо вам большое, что пришли и можете бежать на церемонию закрытия. И давайте поблагодарим Женю. Он подключился к нам из космического корабля. Вот, и сейчас, когда мы закончим, он улетит к себе на свою планету. Жень, спасибо. Спасибо, друзья. Все, продолжаем общение онлайн. Отвечательные вопросы, да. Отключайтесь. 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 Отключ ongoing. Продолжение следует...